МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет программу «Время говорить». Как у нас повелось, речь пойдет о самых заметных и важных рязанских событиях, по крайней мере, по мнению наших авторов. Сегодняшняя тема для разговора со зрителем, связанная с самыми разными сторонами рязанской жизни, комментировать которые будут представительные люди. От губернатора до эксперта Роспотребнадзора, от представителя следственного управления до простых велосипедистов, ну и так далее. Коротко о главном сегодня. В Рязань из-под обстрела более сотни украинских беженцев приняла наша область. Сейчас идет работа по их реабилитации и трудоустройству. Даешь первую дорожку, полукилометровые трассы для велосипедистов открыты не только официально, но и народным способом. Последний банкет. Воскресное празднование в рязанском общежитии завершилось ударом ножа. Теперь обо всем по порядку. Вчера в нашу область прибыло более 120 беженцев из юго-восточных регионов Украины. Теперь, по данным рязанского правительства, в пяти пунктах временного размещения у нас живут 317 переселенцев. Вчера вечером в Рязань вместе с ответственными руководителями беженцев встречала и Наталья Новикова. 4 августа в аэропорт Домодедово прибыл специальный рейс МЧС России с жителями Украины. Они были направлены в Рязань, а по прибытиям размещены в школе-интернате номер 2. Вынужденных переселенцев в нашем городе много. На данный момент в пунктах временного пребывания находится более 300 человек. А также, это далеко не полная цифра, порядка 2000 переселенцев находятся у родственников и знакомых. Прибывающим оказывается обязательная помощь. К работе с беженцами подключаются все ведомства. Министерство социальной защиты населения, Министерство труда и занятости, Минздрав, Управление федеральной миграционной службы. В первый же день люди осматриваются медработниками и получают необходимую медицинскую и психологическую поддержку. Проводится работа по социальной адаптации, предоставляется временное жилье, вакансии по трудоустройству. Потребность людей в гуманитарной помощи, по словам Ольги Постниковой, учитывается конкретно по каждой семье. Наталья Ивановна приехала со всей семьей, говорит, что нравится наша природа, погода и город в целом. Рассказывает, что встретили хорошо. Сразу накормили и приютили. В планах остаться и найти работу. Мы надеемся остаться, конечно. Я так вообще хочу принять гражданство России, поскольку я родилась здесь, в городе Новошахтинске, Ростовской области, поэтому я чувствую себя русской. А дети мои, дочка и муж, и мы будут работать. Наталья с мужем Андреем и двумя детьми в нашем городе уже почти две недели. Довольны тем, как приняли. Рассказывают, что даже возили в музей Есенина и в кино. У нашего города есть все шансы стать второй родиной. Конечно, хочется найти работу и детей устроить в школу и детский сад. Вообще, тут директор, здесь хорошая женщина, вообще тут коллектив хороший. Нам всегда помогают, что попросим, что делать. Одна проблема в ФМС, и мы просто не можем ничего сделать. Это самое главное для нас. Что тут сказать? В последний раз Рязань принимала беженцев, наверное, во времена Великой Отечественной. А потому трудности различного рода вполне естественны. Однако, местное начальство пытается оптимизировать работу с беженцами. Так, уже завтра в нашем городе пройдет ярмарка вакансий. Говорят сейчас в Рязани про то, какие новоделы местных властей приживутся в столице области после недавнего трехдневного празднования Дня города, а какие нет. Главным образом рязанцев, но если не беспокоить, то весьма трогать дальнейшая судьба улицы Почтовой, знаменитой подбелки, которую градоначальство позиционирует как культурный центр под открытым небом. В народе уже называют рязанским арбатом. Сейчас это строго пешеходная зона, никаких автостоянок и машин. Заезжих лихачей на тротуарах быть не должно. Почтовые, это красивые улицы, выложенная плиткой, это стилизованные под старину фонари, вазоны с цветами, гуляющие нарядные горожане, уличные музыканты. Ну, условно, все как в Парижах и Берлинах. Сегодня Оксана Тебенихина выезжала на подбелку, чтобы выяснить, как там себя чувствует рязанский арбат через два дня после городских праздников. Не заставлен ли опять нахальными машинами, не завален ли мусором, не размонтированы ли очаровательные фонари до скамеечки. Народный контроль, одним словом. Вот отчетные результаты репортера вкупе с видеосвидетельствами. Улица Почтовая вновь открыта для жителей и гостей нашего города. Новый светлый тротуар, выстланный красивой плиткой, стилистически подобранные фонари, лавочки, клумбы, прохладный тенек. Ну, что еще нужно для комфортной прогулки в жаркий летний день? Наша съемочная группа буквально прочувствовала эмоции людей, неспешно пересекающих подбелку. Приятно, что городские власти вместе с активистами-общественниками приняли решение освежить Рязанский Арбат. Причем, если раньше депутаты и городское начальство не шло дальше обещаний и попыток отмахнуться пухлыми ручками от досужек горожан, то теперь все, как говорится, по-серьезному. Другими словами, такие перемены нашему городу были необходимы. Причем городская казна от благоустройства Почтовой не похудела. Самое приятное, что улица ремонтировалась не на деньги бюджета, она ремонтировалась на деньги горожан. Вот это вот я хотел выразить большую благодарность тем, кто принял участие, те, кто перечисляли деньги, те, которые подсказывали, помогали, вносили свои предложения. И это вот самое главное, что есть в этой улице. Ну, наверное, надо поделиться с планами на следующий год. На следующий год будем делать лыбить и будем делать Центральный парк культуры водородов. То, что наша съемочная группа вынесла свой вердикт по поводу ремонта на улице Почтовой, это, конечно, очень хорошо. И все-таки наше мнение не истинно последней инстанции. Хочется узнать мнение наших горожан и гостей нашего города. Как вам ремонт на улице Подвельского? Отлично. Обалденно. Очень красиво. Мы идем и взмущаемся. В хорошем смысле этого слова. Вот что вам особенно прям приятно глазу? Ну, все. Стиль, сам стиль сделанный. Фонари, лавочки. Все, конечно. И цветы, и все. И соответствующее, что офисы оформлены в стилистике. Да, да, да. Прекрасно все. Вам очень нравится. Да, да. Очень хорошо. Уж не зацепишься ни за что, чтобы упасть. Во-первых, мне нравится очень тротуар. Вот все, как было же. Фонари, все красиво так. Очень даже. Все в стиле, все светло. Все в стиле, да. Все так необычно. Особенно смотрю все на плитку. Какая необычная плитка. Ага. Такая, да. Очень так хорошо. Деревья, что остались все так же. Что вот тень. Хорошо все очень даже. Я вот сколько тут хожу, тут постоянно что-то огоражили. Вот там ограждение делали. И все равно, как не пройдешь здесь какой-нибудь BMW X6 стоит, там Land Cruiser стоит. А так, конечно, да, нормально. Еще вроде тут говорят, что Wi-Fi будет. Результат, как говорится, налицо. Ремонтом горожане однозначно довольны. Только хотелось бы, чтобы пешеходная подбелка оставалась пешеходной абсолютно для всех. Ведь исторический центр Рязани тем и хорош, что все в нем гармонично. И обстановка, и антураж, и атмосфера. Припаркованные иномарки в общую картину не вписываются никак. Только от нас зависит то, как долго почтовые будут радовать наши взоры. Потому как исцарапать скамеечки, подбить хрустальные глаза фонарям и набросать окурков на симпатичную плитку это занятие отнюдь не того самого градоначальства, которое мы привыкли критиковать. Тут уж дело наше, пешеходное, простонародное. В своем городе, в своем доме грязь растить, к сожалению, дело не хитрое. Но с этим надо окончательно и бесповоротно расставаться. К каждому из нас. Прямо сейчас. Если уж говорить о последствиях веселых праздников, то нельзя забывать и о самых неприглядных традициях, сложившихся у нас в части увеселений. Можно было и погулять, и концерт на победе посмотреть, и во время салюта ура покричать, и в кафешке посидеть, а то и в ресторан заглянуть. Но лучше всего уж дома за праздничным столом Рязани матушке поклониться, с днем города поздравить. Главное, чтобы достойно, чтобы, как говорится, честь знать. Но тут случается, что высокий градус затмевает сознание народ, принявших хмельного до состояния изумления, творит такое, что остолбенеешь. Вот в этом скромном рязанском общежитии, одном из многих, произошла печальная история, сюжет которой тоже не оригинален. Во дворе шумная кампания, в общем-то, всегда законопослушных, как потом выяснилось, граждан выпивал, закусывало, устроив уличную пирушку, наверное, в честь дня города, или просто, как говорится, по выходному делу. Вели себя пирующие шумно, в выражениях особо не стеснялись, на мнение окружающих внимания не обращали. Видели мы такие группы не раз и не два. Наконец, некультурное мероприятие граждан достало их соседа по общежитию. По данным следствия, вечером 3 августа во дворе одного из домов по улице Советской армии города Рязани компания, состоящая из нескольких мужчин, распивала спиртные напитки и при этом шумно себя вела. 26-летний житель данного дома, выглянув в окно, сделал собравшимся замечание. Выражая по этому поводу недовольство, мужчины поднялись в подъезд, где на площадке третьего этажа встретили молодого человека, сделавшего им замечание. Понятно, что разговор предстоял не в рамках протокольного мероприятия ООН. Любитель тишины понял, что сейчас, возможно, ему предстоит лечь, что называется, костьми прямо на лестничной площадке, а потом он решил, в прямом смысле слова, нанести упреждающий удар. Во время выяснения отношений он нанес имевшимся при нем ножом несколько ударов. От полученных телесных повреждений один из потерпевших скончался на месте происшествия. Двое других были доставлены в больницу с ножевыми ранениями. Есть информация, что подозреваемый не пытался избавиться от ножа или смыть с него кровь. Повторим, что все участники драмы вполне нормальные люди, ведущие, как изъясняются правоохранители, немаргинальный образ жизни. Вот так у нас все и происходит. Как не вспомнить сетывание киношных, а, наверное, и самых настоящих матерей старушек в очереди на передачу сынку в камеру. Так-то он у меня парень хороший, добрый, но как выпьет, так и разум долой. Увы, история не нова. И, конечно же, не последняя в нашей действительности. Ну и теперь к другим, более позитивным вещам. Как известно, в День города была официально открыта первая в Рязани велодорожка. Пока невеликая, около полукилометра длиной. Но, тем не менее, начало положено. А вчера вечером, уже после торжеств, на велодорожечную площадку, это между мостами через улицы Маяковского и Чапаева, пришли представители велонарода. Ну, понятно, даже не пришли, а приехали на любимых и ненаглядных двухколесных механизмах праздновать прибыли. И, подчеркнем, праздновать культурно и весело. Информационно поддержал велосипедное торжество Глеб Галушкин. Официальное открытие детской и спортивной площадки возле стадиона «Спартак» состоялось еще во время празднования Дня города. А во вторник вечером рязанские велосипедисты устроили собственное празднование открытия первой в городе велодорожки. Она проложена по Лыбецкому бульвару от путепровода на улице Маяковского и до здания главпочтамта. Кстати, два года назад это место между путепроводами на улицах Маяковского и Чапаева выглядело весьма диким. Два года назад десяток эко- и велоактивистов провели первый субботник. Выкорчевали кустарник, убрали поваленные деревья и мусор. Затем им удалось заручиться поддержкой городских властей. И вот спустя это время на пустыре появилась не только велодорожка, но и фактически полноценная зона отдыха для горожан. Пришли на нынешний праздник около сотни велосипедистов. Они практически единогласно считают, что необходимо и далее развивать велодвижение уже на обычных городских улицах. Можно ли вот в городе по дорогам, например, прокататься? Или очень опасно, страшно? По дорогам опасно вообще ездить. А по пешеходам? Там пешеходов много. И тоже не всегда проедешь. Ну то есть вот такие велодорожки, вот как здесь, когда можно в принципе, ну достаточно она длинная, можно как бы погонять. То насколько это удобно? Вот как ты думаешь? Ну удобно, погонять скорость будет. Но лучше побольше их делали и в городе лучше. В проезжей части тоже с ребенком особо как-то так страшновато. Поэтому хотелось бы, чтобы руководство нашего города все-таки как-то приняло во внимание наши пожелания, и чтобы сделали, делали какие-то уже отдельные велодорожки, там по примеру Москвы, допустим, в Москве много строится. Ну хорошее начало, так скажем. Хотелось бы, чтобы продлили побольше, бы ее сделали, и красивее, больше зелени, больше зелени нам надо. Вообще сложный вопрос, чего именно не хватает. Наверное, более развитая как раз инфраструктура. Все-таки вот эта велодорожка отлично построена, но какой момент? Это парковая зона, не более того. То есть город остается по-прежнему городом для автомобилей. Кстати, сейчас велосипедисты разрабатывают идею маршрута велодорожки, которая протянется от торгового городка до Центрального парка культуры и отдыха. Также в Рязани сейчас много говорят про обстановку в лесах. Лето жаркое, сухое, а шашлычников, предупреждая, не предупреждая, тропинку на полянку протарят. И костер тут как тут. Да и хозяйственные работы подбавляют риска. Чуть зазевайся, так и до лесных пожаров рукой подать. Вообще этот год в связи с пожарами молодой да ранний. Еще в апреле полыхали леса в Амурском регионе, в огне погибли люди. В мае лесные пожары Сибири и Дальнего Востока тушили при помощи специальных десантных подразделений. Сейчас свирепствуют торфяные пожары в Тверской области. На вчерашнем заседании регионального правительства дал соответствующие противопожарные поручения рязанский губернатор. Нам еще с вами немножко повезло, что все-таки кое-где падали такие дождички, дождичка, которые в общем-то не давали, вернее, помогали нам в борьбе с различными разгораниями. Они, возгорания присутствуют, они быстро локализуются, в этом заслуга и МЧС, и глав, будем говорить так. Но не ослаблять ни в коем случае. В выходные дни жесткое патрулирование мест массового пребывания, пресечение нарушений правил пожарной безопасности, значит, для Минлесхоза, для ПОЖ леса выходных нету, и рабочий день длится все сутки. Еще к сведению, на вчерашнем начальственном заседании вспомнили и наш Рюминский пруд, тот, что в Центральном парке давно зарастает бурой тиной. Так вот, глава региона Олег Ковалев дал поручение министру природопользования и экологии Игорю Авдееву, а и же с ним и рязанскому мэру Виталию Артемову, проработать вопрос приведения в порядок акватории знаменитого городского пруда, с тем, чтобы полноценно и качественно выполнить благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в областном центре. Так что, может, еще и искупаемся в Рюминском-то на лодках, покатаемся, как это раньше было. На сегодня обзор событий завершен, а прямо сейчас в эфире будет программа подробностей. В нашей студии ждем заместителя председателя правительства области Елену Цареву. Говорить будем о том, как сейчас идет работа с украинскими беженцами. Так что, увидимся в подробностях. Редактор субтитров А.Семкин